Привет, с вами снова я, Ден 150, и сегодня я расскажу вам об одной необычной игре под названием Freejack. На саму игру я наткнулся совершенно случайно. На одном из сайтов мне больно понравилась табличка «Новая паркур игра, свободный бета-тест и анимешная картинка». Поглядев на скрины, я ещё сильнее заинтересовался этой игрой. После того, как я её установил и запустил, увидел просто мега ужасный ролик с мега ужасной графикой и подумал, что разработчики скринами разбили нас вокруг пальцев. Но всё казалось не так печально, графика стояла на минималке. В общем, теперь о самой игре. При создании персонажа нам дают 4 образа. Два мужика и две девчонки. Сразу говорю, что я за девчонок, так как они более быстрые, более ловкие, ну и более харизматичные, конечно. Один из минусов, что сразу бросается в глаза, это очень малое количество игроков на сервере. Но хотя это как-никак бета-тест, чего уж там. Судя по комнатам, игроки предпочитают рандомные карты, которых здесь штук 15, столько же ревёрсов в обратном направлении. Вы сможете побыть на берегу моря, в вечернем порту на стройке, в парке развлечений, даже в космосе. В общем, выбор достаточно большой. В игре есть так называемая система званий. Только вместо палочек, гадочек и ромбиков, как в Кубе, здесь есть и черепашки, и зайчики, и в общем, все самые няшные животные. По повышениям звания появляется возможность перейти на сервер с более опытными игроками. После каждой гонки дают эмблемы. Чем выше места, тем их дают больше. В общем, эти эмблемы можно обменять на карточки, которые, как камни, свитки и т.п. в разных РПГ, вставляются в одежды. Есть и донаторские шмотки. В них ячейк побольше. В игре есть режим прохождения миссии. Есть всего 5, и у каждой по 3 уровня сложности. Лёгкие и средние проходятся довольно просто. Однако сложные, это просто издевательство над игроками, ведь бонусные персонажи открываются именно после прохождения харда. А ещё игра предназначена для детей. Что по поводу саундтрека, так я вам скажу кратко. В игре он просто ужасен. Ну, конечно, это только по моему мнению. Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем достаточно весёлую игру, но очень быстро надоедающую. Однако, если вы не знаете, как скоротать время с друзьями, то Freejack для вас.